Девушки отдыхают Мы не можем игнорировать непосредственные кризисы и проблемы, которые отнимают у нас и так много времени, как у лидеров. Мы никогда не должны забывать, что несем серьезную ответственность за будущее, выходящее за рамки нашей политической карьеры, написал Токаев. Он призвал создать агентство ООН по биологической безопасности, которое будет противостоять пандемиям в будущем. Мы открыто говорим о водной проблеме, о проблемах глобальной продовольственной безопасности и продолжаем работать с нашими международными партнерами, стараясь заложить основы экономики будущего путем поиска наиболее эффективного способа освоения наших обширных месторождений – урана, лития, редких металлов и других важнейших полезных ископаемых. Но усилия наши будут эффективными только в случае вовлечения всех зарубежных участников. Этот процесс потребует решимости и дальновидности от лидеров по всему миру, считает президент Казахстана. Деятельность человека привела к тому, что некоторые группы диких животных вымирают в 35 раз быстрее, чем за последние 500 лет. По мнению исследователя, это еще одно доказательство того, что шестое в истории Земли массовое вымирание идет полным ходом, пишет Guardian. Ученые проанализировали темпы вымирания близкородственных видов животных за последние 500 лет и пришли к выводу, что при отсутствии человека им потребовалось бы 18 тысяч лет для исчезновения. С 1500 года вымерло по меньшей мере 73 вида млекопитающих птиц, рептилий и амфибий. По прогнозам, в будущие годы потери будут ускоряться из-за разрушения среды обитания, климатического кризиса и незаконной торговли дикими животными. Авторы работы профессор Херардо Сибалас и профессор Пол Эрли ранее обнаружили, что гибель видов происходит в масштабах, похожих на те, что происходили вперед вымирания динозавров. В Южной Корее хотят принять специальный закон, который запретит употреблять в пищу мясо собак. Против обычая выступают зоозащитники, сообщает Блумберг. Главная оппозиционная демократическая партия, имеющая большинство голосов в парламенте, предложила принять этот закон на очередной сессии. Представители консервативной партии «Сила народа» президента Юн Сок Йоля поддержали это предложение. Таким образом, есть достаточно голосов для принятия закона, несмотря на протесты фермеров, выращивающих собак для употребления в пищу. Около 10 миллионов южнокорейских хозяйств специально разводят домашних животных, которых продают для употребления в пищу. Пришло время положить этому конец, заявил глава комитета по политике правящей партии Пак Дэчхоль. Несмотря на то, что потребление собачьего мяса в стране за последние несколько лет резко сократилось, попытки ввести запрет ранее не увенчались успехом. Правящий консервативный блок и главная оппозиционная партия готовятся к парламентским выборам в апреле следующего года. Они могут предложить тем, кто занимается разведением собак, субсидии, которые помогут им адаптироваться к утрате основного источника дохода. Археологи сообщили об открытии крупнейшего памятника наскального искусства в Восточной Иберии. В 500-метровой пещере Ковадонес недалеко от Валенсии в Испании археологи нашли более 100 древних наскальных изображений. По предварительной оценке возраст находок превышает 24 тысячи лет. Пещера известна местным жителям и привлекает туристов, но древняя живопись долгое время оставалась незамеченной, пишет Экеологи Мэгазин. Животных и знаки изображали просто движениями пальцев и ладоней по стенам, покрытыми глиной. Влажная среда пещеры сделала все остальное. Картины высыхали довольно медленно, не давая материалу быстро осыпаться. А другие части глины были покрыты слоями кальцита, сохранившего рисунки до наших дней, заявился автор исследования Айтор Руис Ридонда. Но настоящее удивление у археологов вызвал дальнейший анализ. Систематический анализ стен пещеры показал, что здесь скрывается множество изображений и росписей. По объему коллекции Ковадонес сравнимо с крупнейшими памятниками каменного века, найденными во Франции и Андалусии. Исследователи отмечают большое количество тем и разнообразие техник, использованных при создании наскальных рисунков. На стенах найдено как минимум 19 изображений животных, включая лани, лошадей, зубров и оленей.